всем доброго времени суток уважаемых и сегодня с вами я поговорю как все сразу же увидели а воблерах ну скажу так не просто воблерах это именно об новинке от фирмы и тума и никто еще я думаю в этом рыболовном сезоне никто нормально током половить на них еще и не успел появились они у нас продажа в конце прошлого года 17 может быть в тех регионах россии там где есть еще открытого да кто-то их покупал пробовал ловить ну а в принципе большая территория россии имеющая как бы сказать нормальный цикл земного вращения и смены времен года где есть нормальная зима нормальная осень сказочная весна ну и конечно лето тут конечно мы не успели попробовать эти интересные воблеры и сегодня вам расскажу об этой новинке называются они ровди они от фирмы youtube а вот я здесь нельзя во всех размерах и во всех весах это вот с фирмой которая они представлены эту маской видно что в длине они у нас пять сантиметров пятьдесят пять миллиметров да и шесть сантиметров до пять с половиной сантиметров видим что вес 46 грамма до вес 5 и 4 грамма и вес 6 и 7 грамм соответственно до видим что они тонущие глубина заглубления до бесконечности и вот тут конечно начинается самый такой интересный момент тонущие воблеры да я честно вам сразу же признаюсь что я никогда в жизни ими не ловил но конечно очень хочется конечно попробовать любые новинки тем более от фирмы youtube а которые себя давно зарекомендовали в моем лице да и в моих глазах именно на дальнем востоке а тут еще и такой вот интересный тонущий экземпляр давайте достанем посмотрим что вот еще хочется добавить хочется добавить что вот название ровди может быть я неправильно читаю поправьте меня уважаемые зрители я хочу все-таки сделать перевод этого названия перевод этого названия будет как переводится как дебошир буян хулиган да интересно название воблера будет ли она себя оправдывать мы конечно об этом узнаем но только уже когда откроется вода по весне обязательно в этом сезоне я ими порыбачу ну и как мы все поняли вы получите точнейший более чем подробнейший видео отчет как они работают либо не работают то есть если я что-то упираюсь то все прекрасно знают это будет не какой-то там показал снял видео и забыл этот воблер этот спиннинг соответственно сами знаете что я даже спиннингом посвящает целый рыболовный сезон каждому спиннингу до соответственно некоторым уже и тумским воблером я посещаю уже очень много много лет то есть я ими рыбачу и соответственно не то доставляет огромнейшее удовольствие вот так они во всех длинах и весах выглядят такие красавцы я люблю такие цвета все знают мои предпочтения вкуса вот они какие я думаю градация длины она очень четко заметно вес я вешать уже не буду как бы сказать вес их не практически соответствует заявленному не включая тома сотые доли до грубо говоря единицы измерения вот которого уже идут тома миллиграммы да в принципе очень очень точный указанный вес указаны их как бы сказать длина да и что хочется сразу же отметить уважаемые зрители по данным воблером качество 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 как мы видим соответствующие хорошее качество достаточно хорошая видим толстая лопатка вот с таким вот утолщением сделано из двух половин воблера это говорит о том что идите сломать его будет дофига делов в принципе да как всегда японские тройники либо овнеровские тройники у фирмы и тума идут очень хороший размер тройничков тройнички как всегда достаточно толстенькие видите согнуть их вот какая отпечаток в пальце да не просто так палец больно иди какой отпечаток все как бы серьезно ведь ну и конечно острота это втыкается в ноготь о гу-го всегда стройниками у данной фирмы все в порядке видим вот такую интересную лопатку и соответственно для тонущего воблера характерная тонкая уважаемое тело что значит тонущий воблер значит что он под своим весом будет тонуть до бесконечности пока его он не достигнет дна это в том условии если не будет течение вот честно же вам скажу уважаемые зрители я на них не то что не ловил я их даже в ванну не окунал так как какая их будет игра да я совсем даже не представляю будут они твичится будут они играть или нет будут держать струю или нет про это я тоже пока ничего не знаю от этого я не стал набирать полную ванну воды как это многие делают и соответственно не стал это предварительно все тестить подумал пусть это останется пока маленьким секретом даже для меня самого но все же некоторые тесты я не удержался и сделал так 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 как воблер то у нас тонущий соответственно для него одна характеристика это очень важно как он будет тонуть вот конечно я этот тест и сделал ну и соответственно если этот тонущий воблер да то соответственно его можно как бы вот сравнить и с другими тонущими воблерами соответственно что я и сделал вот конкурентом данного воблера новинки будет у нас smith de contact вот это у нас smith de contact оригинальный все по-честному по сути дела в такой же практически длине и с таким же практическим весом и будет у меня smith de contact не оригинальный китайский вот сейчас я объясню почему я именно выбор именно smith de контакт не какой-то там другой воблер другого бренда другого там названия там не еще чего-то низы бейтс не еще что-то вот именно до контакта потому что smith de contact у нас хабаровске он такой самый популярный не только в хабаровске а именно в хабаровском крае то есть они имеют огромную популярность это воблеры которыми торгуют практически все рыболовные магазины которые не торгуют китайчатиной на и китайчатиной тоже вот у них у всех обычно есть de contact и у нашего населения в хабаровске в хабаровском крае именно как бы сказать сформировалось мнение что smith de contact это хороший воблер он рыбачит действительно хороший воблер хорошее японское качество он рыбачит никаких претензий к нему нет и в то же время почему именно я взял для сравнения именно smith de contact потому что тут же появилась на него еще и подделочка оба видите она этот грубо говоря и дал до появился еще и подделкой как мы видим с виду это китайская подделка ну ничем не отличается все пуля в пулю все четко видите разница только вот видим что тут тройнички помощнее на подделке чем в оригинале а так как раз все смотреть ну практически ну ничем они не отличаются вот от этого я взял их как бы именно для сравнения уберу чтобы не цеплялись лишние гублеры и тумовские ровли и ставлю все в одном практически веся и в одной практической длине и я конечно произвел такие тесты взял обыкновенную 5 литровую бутылку воды обрезал и отпускал эти воблеры на падение и самонаблюдал как они падают потому что воблер тонущий и эта характеристика она для нас уважаемая важно вот ну соответственно я еще и заметил что вот эти вот воблеры и тума да они конечно имеют отличие да от ровди это конечно толщина тело у ровди он чуть-чуть потолще буквально на 1 миллиметр тут толщина у нас как бы сказать самого воблера 8 миллиметров ровди 9 то есть незначительно да и мы видим что уровне конечно лопатка намного намного больше да вот видим это я сейчас оригинал как держу потому что многие могут спутать единственное отличие это по цветовой гамме можете у китайцев у них там свои цвета которых нет в оригинале отличать видим что лопатка намного мощнее до у ровди и чуть-чуть другая геометрия тела а если большая лопатка то значит будет более существенная своя игра но какая она будет будет ли он держать струю вот про это я пока ничего не могу сказать но могу сказать конечно за до контакта контактам я рыбать у много 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 раз и у него вот из этой маленькой лопатки есть конечно такая беда он иногда просто своим ходом не заводится сначала если кто-то собирается ловить на него очень медленной или просто равномерной проводке то будьте готовы что момент заброса 1 оборота он у вас может не запуститься заиграть ну и дальше тоже начнет может не запуститься То есть нужно хотя бы сделать быстренький рывок Чтобы он как бы встрепенулся И дальше вы равномерно будете тащить И он будет у вас уже делать Свою такую игру Но все равно он слабовато Играет, особенно слабовато запускается А на твичинге он ведет себя конечно хорошо В принципе этот недостаток За счет вот этой лопатки у Ровди Он должен у нас как бы сказать уйти Китайца я тоже Уважаемые зрители пробовал Тоже запускается не с первого раза Тоже играет И тоже играет на твичинге И в принципе Так я бы не сказал что он чем то Отличается именно от смита до контакта Тоже как бы работает Еще конечно можно сказать минус у всех этих смитов Это их маленькие фиговенькие тройнички Нет тройнички хорошие Японские да Но они тонкие и маленькие Соответственно он цепляется И начинают резать губу нашим рыбам Соответственно прорезают Тонкой проволокой губенку И идет сход Соответственно как мы видим На Ровди эта проблема решена Ее и не было никогда на Итумовских воблеров Этой проблемы Всегда тройники с толстой достаточно проволокой И всегда более большего размера О чем я всегда и говорю Что сходов намного намного меньше Ну и еще почему именно я для сравнения Выбрал вот эти вот воблеры Именно Итумовские Ровди Именно Смитовские оригинальные Деконтакт И подделку китайскую на Смит Деконтакт Почему? Потому что цена этих воблеров Очень очень уважаемая Разная Если взять цену Смита Деконтакта То некоторые ценники у нас в Хабаровске Доходят от 1300 до 1600 То есть ну нифига себе За 1000 все переваливает Прям огонь Железно-бетонно держится ценник Ну 1300 1600 Как-то серьезно Появились сначала китайские Деконтакты Их сначала продавали там по 400 По 450 рублей Но быстро смекнули И тоже подняли цену до 550 до 600 Все конечно понимают Что если стоит оригинал 1600 То конечно за 600 рублей Купить китайский на 1000 Это хорошо Хотя он тоже работает Понимаете Но и почему я решу это все сравнить С Ютума Тонущим Ровди А потому что цена его Уважаемые зрители 380 рублей Он даже в два раза практически дешевле Китайской подделки на Смит Деконтакт Понимаете И если этот чудесный воблер Ровди От Ютума Заработает в нашем крае То есть понимаете Если он будет четко работать Четко ловить Эту же Симу Этого же Оленка Этого же Тайменя Ну и всего остального Хищника То Характеристики этих воблеров Почему их сравнивать Они практически одинаковые Только вот Цены двух вот этих Выше названных Она просто В разы Отличается От цены Воблера Итума Да Даже китайцы И то почти в два раза Стоит в магазинах То есть тут уже Самим выбирать Да Ну а сейчас Мы давайте Уважаемые Посмотрим видео Как они работают На падении Ну и давайте С оригинала Давайте его Отпустим Сверху И посмотрим Как он у нас Будет Тонуть Играет музыка Ну берем Теперь Наш Китайский Аналог До контакта Играет музыка Ну и настало Время Нашего Испытуемого От фирмы Итума Ровди Во Сразу же Видим Четкую Ясную Игру При планировании И он Сразу же Видите Как Приземляется На дно Оп Видим Четкая Четкая Игра На планировании Четкая Ясная Безо Всяких Сбоев Во И опять Видим Как он Приземляется На дно Бутылки Прям ровненько Встает Это Свидетельствует О том Что Отбалансирован И отрегулирован Воблер Очень Очень Даже Хорошо Видим Офигенная Классная Игра Видим Как он Переворачивается Из этого Состояния И тут же Планирует Играет И опять Встает Ровно На дно Ну а думаю Много Чего-то дальше В этом вопросе Объяснять Не надо Ну вот Уважаемые Зрители Мы посмотрели Работу Воблеров Как они Работают На падении Думаю Сильно Ни у кого Никаких Вопросов Это все Действие Не вызвало Мы видим Что на падении Конечно И Тума Ровди Бесспорно Ведущий Воблер Мы видим Как он Падает В отвес Как он Переворачивается Встает Моментально Сразу же На свои ноги И сразу же При падении Начинает играть Вот так вот И падать Если его и так Отпустить Он падает И встает На дно бутылки Практически Вот так вот Ровно И когда И когда Кверху Переворачиваешь Отпускаешь Он тоже Встает На ноги Как кошка И сразу же Начинает Играть И встает На дно Бутылки Ровно Видим Что с балансировкой Данного Воблера Все у нас Очень четко Да Смит Деконтакт У нас Тоже Работает Как то Работает Ну как то Работает Он честно скажу Не уверенно И невнятно Как бы хотелось Да Иногда он пытается Что то сыграть И он пытается Встать на ноги Ну и в то же время Он как то С раскачкой Входит все таки В штопор Нестабильная игра Очень такая Да Это все понятно Ну а китайец Тут Вообще Короче Такой Какой то Он вообще Непонятный Он даже С переворачивания Как то четко Не встает Вот уходит В штопор Ну и так Тоже не очень играет Видим что китаец У нас дает Самые такие Худшие результаты Не знаю Как эти воблеры Работают на твичинг Ну скажем так Относительно Ровни Потому что Это то я знаю Как работают на твичинг Я просто не знаю Как работает ровни Уважаемые Зрители Понимаете Но Наступит весна И я конечно узнаю Вдруг он вообще Твичится не будет И в плане твичинга Он проиграет Этим двум воблерам Зачастую Никто этого не знает Но Это мы говорю В ванной Я уже не стал Это все выяснять Да Но данные Тесты на падение Так как воблер Тонущий Это очень Очень важно Мы уже Увидели Свои результаты Ну и самое главное Что хочу Уважаемые зрители Подытожить Во всем этом Цена Цена Самое главное Это цена Если Смитовские воблеры Доходят до Максимума Своей отметки 1600 Деконтакты У нас в Хабаровске Если у нас Китайские воблеры Доходят до 600 Да Подделка на Деконтакт Может кто-то И дороже видел Я не знаю Напишите пожалуйста Ну а мы видим Максимальная цена Ровди От Ютума Это 387 Ну скажем так 390 Разница Уважаемая Существенная Ну вот Всем кому понравилось Ставьте палец Вет Уважаемые зрители Подписывайтесь На мой канал Делитесь этим Видео С вашими друзьями До свидания До новых встреч